Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, принивы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, 22 июля, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла Кримлина. Сегодня мы читаем с вами завершающую 16 главу этого послания. Итак, 16 глава, стихи с 17 по 24. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Умоляю вас, братья, остерегайте их производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняетесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием, обольщая сердца простодушных. Ваша покорность в вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник моей Луции, и Асон, и Сосипатор, сродники мои. Приветствует вас Господи и я, третий писавший себе послания. Приветствует вас Гай, странноприимец мой и всей Церкви. Приветствует вас Ираст, городской казнохранитель и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение послания апостола Павла к римлянам. И сегодня перед нами завершающая часть послания, 16 глава, конец 16 главы. И здесь апостол Павел, мы видим, во-первых, что здесь есть некая такая литературная коллизия, что сначала обрывается, заканчивается послание, потом оно резко начинается неким приветствием. Скорее всего, это произошло в результате того, что в первом веке не было еще так называемого кодекса, были свитки и несколько поменялось местами отдельные части послания. Но так или иначе, мы имеем тот формат, который мы имеем сегодня, и это нисколько нас не отодвигает от тех истин, божественных истин, от богодухновенного текста, и это не мешает нам познавать веру Христову. Итак, мы видим, что он, апостол Павел, завершает данное послание, и он предлагает, вернее, это последнее его увещевание к адресату данного послания. И он остерегает, он остерегает своих читателей, он остерегает христиан от лжеучителей, от так называемых, как говорит нам толковая Библия Лопухина, агитаторов. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделение и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Учение, которому научились христиане, это учение мира и любви. И там, где есть разделение и ссоры, там всегда мир ставится под угрозу, и принцип любви, как взаимного умирания для другого, как взаимного служения друг другу, тоже ставится под сомнение. Поэтому апостол умоляет, и заметит, что он не выступает с точки, с позиции некого ментора, не выступает с позиции высоты, а он обращается к ним, как к своим братьям, и говорит «умоляю вас, братья». Он не говорит им «чадо мои», как говорит им другим, как говорит этот другим в других своих посланиях, но он обращается к ним, как к равным, и поэтому не апеллирует к своему апостольскому авторитету, а наоборот располагает их к равной беседе, беседе равных собратьев. И он их просит «умоляю, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны». Соблазны и разделения, они противоречат тому учению, которому они научились, то есть римляне, и уклоняйтесь от таких людей. И апостол Павел знает, о чем пишет. Мы в других посланиях с вами уже много раз читали, обсуждали тот вопрос, что действительно было у апостола Павла и у церкви, прежде всего Христовой, много противников, которые пытались в угоду своим интересам исказить благовестие Христово, исказить суть церкви, веру в Иисуса Христа. Ибо такие люди, 18 стих, служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Апостол Павел, опять же таки, повторюсь, не понаслышке знает, какими приемами пользуются эти лжеучителя, как они успокаивают совесть, усыпляют внимание и вкладывают в сердца простодушных христиан совсем не те истины, совсем не те слова и не то мировоззрение, которое вкладывают апостолы и которое в их сердца вложил сам Господь Иисус Христос. И это учение вот этих агитаторов, которые ищут не славы Божией, не проповедуют не для того, чтобы увеличить славу Божию здесь на земле и принести спасение людям, а ради каких-то своих корыстных целей и интересов. «Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». И эта фраза в той или иной интерпретации звучит у апостола Павла и в других его посланиях, и это коррелирует с словами Господа Иисуса Христа, когда он говорит, что «Будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи». И это очень важно действительно, он говорит, что «Будьте мудры на добро», то есть, чтобы сделать добро, подключите всю свою смекалку, весь свой интеллект, все свои знания, и действительно стремитесь исполнять добро. А когда вы будете касаться дела зла, сделать что-то злое, то будьте действительно простодушны, наивны, люди, которые не могут ухищриться, чтобы сделать что-то злое. И если уж допускается что-то злое, чтобы это было настолько наивное и простое, чтобы можно было это всегда легко исправить. Также эта фраза коррелирует со словами Господа Иисуса Христа и с притчей из Евангелия от Луки. Помните, когда Христос говорит притчу о неверном Думу правителей, и в конце он подытоживает, говорит, что действительно, сыны века сего, они порой мудрее, чем сыны Божия. И апостол Павел как раз-таки и предлагает сынам Божиим быть мудрыми там, где дело касается добра, и быть глупцами там, где дело касается зла. Это нравственный призыв апостола Павла, и он призывает Божию благодать на них, конечно же, и говорит, Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. И завершается этот отрывок, и далее апостол Павел в этом послании мы читаем приветствие, приветствие сотрудников апостола Павла, и эти люди входят так или иначе в число апостолов от 70, и мы даже знаем, им строятся храмы на территории Кипрской церкви, есть храмы, посвященные, например, Сосипатру, который упоминается в 21 стихе, «И Асон, и Сосипатр, сродники мои, приветствуют вас, Господи, и я, третий писавший себе послание». То есть, скорее всего, писарь, который записывал, ведь раньше и апостол Павел часто говорит о том, что он не пишет собственноручно, а лишь в конце приписывает несколько строк своей рукою, и как некая печать его апостольской руки, и он надиктовал свои послания. И очевидно, что здесь пишет человек, который как раз-таки и был писарем, который записывал это послание. И опять мы слышим призыв благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы будем изучать Священное Писание в рамках нашей передачи, но это требуется и от вас в вашем домашнем молитвенном чтении. И пускай благодать Господа нашего Иисуса Христа пребывает с вами в этом благочестивом, богоугодном деле. Итак, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приливы и решенье небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...